И снова здравствуйте мои уважаемые зрители, на дворе у нас заканчивается 25 марта и сегодня традиционная вечерняя сводка с фронтов, а также одна очень важная новость, ну не с самого фронта, но в целом одна относится именно к фронту. Итак, начнем с первой важной новости, а именно бои за изюм. Вы знаете, уже сегодня на протяжении дня приходила информация о том, что ситуация для ВСУ в этом районе становится критической, а потом и катастрофической. Дело в том, что уже днем, когда вышла очередная сводка в ВСУ, Генштаб ВСУ признал, что российские войска, отбив контрнаступление украинской армии, смогли выйти в тыл Каменской группировки и поставили ее под угрозу уничтожения. То есть, я так понимаю, либо была создана понтонная переправа, либо вплав перешла техника. Российские войска вышли в тыл группировки в район Сухая Каменка и таким образом она очутилась в оперативном окружении. Единственная дорога, которая ведет с Каменки на Славянск, была под огневым поражением. Я не знаю, какими потерями для ВСУ закончился выход из этого окружения, но уже вечером, буквально час назад, источник из офиса президента Зеленского сообщил, что ВСУ доложило, что украинская армия отступает от изюма по направлению к Барвенково и Славянску. То есть, сражение за изюм полностью и окончательно проиграно. Проиграно украинскими вооруженными силами. Причем, с учетом тех сил, которые были брошены на удержание и деблокаду данного города, потери для механизированных подразделений вооруженных сил Украины в этом регионе очень и очень большие. Ну, я думаю, завтра-послезавтра мы увидим, насколько это скажется на оперативной обстановке на данном направлении. Вторая новость, я считаю, не менее значимая, а может даже в какой-то степени и более. Если считать по долгосрочной перспективе. Дело в том, что вчера или позавчера было принято решение о том, что на освобожденных в Украине территориях будут вводиться военно-гражданские администрации. И сегодня первая такая администрация появилась в городе Семеновка Черниговской области. Причем, знаете, изюминка большая этого процесса была состояла в том, что вот позавчера, либо вчера там тоже привозили российские войска туда гуманитарную помощь. И здесь местные националисты заставили людей не брать эту помощь. Тех людей, которые взяли эту помощь, записали в предатели. А полученную ими гуманитарную помощь демонстративно сожгли. Это было тогда, когда в городе была украинская администрация. Сегодня в город зашла российская администрация, появилась российская комендатура. И когда люди поняли, что эта власть теперь уже либо надолго, либо навсегда, и националистов уже в городе бояться нечего, машина гуманитарной помощи, которая приехала в город, была мгновенно разметена местными жителями. Вот такой вот эффект получили мы буквально в первый же день, когда военно-гражданские администрации начали вводиться на Черниговщине. Причем, по имеющейся меня информации, это сегодня была только первая ласточка. Завтра, послезавтра мы увидим лавинообразный процесс создания таких администраций. Причем у нас в Сумской области, в тех районных центрах, где окопались так называемые отряды терробороны, они усиленно копают окопы, понимая, что сибирский пушной зверек приходит и по их душе. Причем, как это будет в случае, если действительно будет сопротивление оказано, сегодня здесь был преподнесен наглядный пример на примере города Славутич, где вчера российская команда предъявила местной терробороне ультиматум, чтобы они сдали город, но они не согласились. И сегодня, на момент записи этого видео, у меня нет информации о том, что он зачищен, но думаю, что там проблем особых не должно было быть. И где-то примерно в 14-15 часов по Москве местный мэр кричал, что все, русские вошли, мы отбиваемся. Жители не выходите на улицы, в городе идут бои. Не думаю, что там будет большое сопротивление, там небольшие силы были терробороны. Ну и понятно, что по результату этой зачистки и в Славутиче будет создана военно-гражданская администрация. Причем, как показал пример Семеновки, местное население относится к этому более чем лояльно. Вот это примерно то две главные новости, которые я хотел сказать сегодня в вечернем обзоре. Следующий выпуск будет завтра. Традиционно первая тема будет посвящена более глобальным проблемам. Ну а в обед я планирую следующий выпуск по ситуации на фронтах. Все на этом пока все. До свидания и до завтра.